2016 год создания историко-краеведческого музея на базе Натырбовской школы. За это время собрано немало экспонатов и материалов. В руках учеников этой школы богатая сокровищница. История родного села, республики, родины. Музей позволяет им вживую соприкоснуться с прекрасными страницами истории Отечества. Школьный историко-краеведческий музей был создан Брянцевой Тамарой Сулиной, учителем истории и общества знания в 2016 году. Жители села, волонтеры, педагоги приносили в школу экспонаты. А потом уже из этих экспонатов создавались экспозиции. У нас в школе их 13. Они сражались за родину, служат родине земляки, республика Адыгея, достопримечательности Адыгеи, школьная жизнь, страницы школьной жизни и русская изба. В музее как основной, так и вспомогательный фонд. Все экспонаты подлинные, кроме, конечно, русской печи. Историческое краеведение является одним из важнейших источников расширения знаний о родном крае, воспитании и любви к нему. Старинные утюги, посуда, полотенца с вышивкой, ухваты, самовары являются не только украшением этого музея, но и наглядным пособием при проведении уроков истории, литературного чтения или музейных путешествий в века минувшие. Мы разрабатывали программу воспитания на 2022-2025 год. И одним из модулей этой программы воспитания является школьный музей. В школьном музее проводят уроки педагоги адыгейского языка, истории, учителя начальных классов. Ну и, конечно же, классные руководители проводят классные часы, прививая гражданско-патриотическое воспитание нашим детям. Ну, духовно-нравственное, конечно. Дети, конечно, больше любят русская изба. Они, конечно, это любят. И еще любят историю нашей школы. Потом, значит, директора нашей школы. Они вот это любят. Потому что экспозиция «Они защищали за Родину», «Они защищали нашу Родину», конечно, интересно, да. Но это каждый день дети слышат на уроках, на внеурочном занятии, на классном часе. Поэтому для них это как ежедневные мероприятия. А вот это они, конечно, любят. Нравится им больше всего. На данное время в музее хранятся 486 экспонатов. Это уникальные предметы домашней утвари, старинная женская одежда, подлинные документы и награды участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Музей рассказывает об истории села, района, республики, об основании школы, о ее учителях. Музейная комната имеет экспозицию, состоящую из пяти основных разделов. «Они защищали нашу Родину», «Служат Родине наши земляки», «История школы», «Школьный уголок», «Русская изба». По мнению руководителя, последняя является основной достопримечательностью музея. Автор этой работы – бывший ученик школы и член родительского комитета школы Фомичев Николай Иванович. Сделал он эту печь в 2013 году. Такую сделали печь, она вообще идентична настоящей русской печи. В русской избе русская изба делилась на три угла, так сказать. Это русская печь, стол и, конечно же, красный угол. Это основная часть, которая отводилась в русской избе. Ну вот у нас в красном угле находятся православные книги, как бы свеченное яичко, иконы, украшенные резьбой, ну и, конечно же, рушник. Труд педагогов, сначала создавшего этот музей, а затем продолжившего это нелегкое дело, не напрасен. Так, на днях школа получила грамоту за первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса цифровизации фондов и экспозиции школьных музеев в номинации «Лучший сельский музей». Конкурс проходил с мая по сентябрь. В сентябре нам нужно было сдать уже работу. Конкурс называется «Цифровизация школьного музея». Мы участвовали в номинации «Лучший сельский школьный музей». Нужно было подготовить определенную документацию, презентацию и записать видеотур школьного музея. Ну, работа была такая, что нужно было интересный, уникальнейший, значит, нужен был экспонат, либо же экспозиция, либо какая-то выставка. Было сложно, конечно, потому что, вы же понимаете, что в каждом музее, получается, ну, все равно экспонаты, они идентичны друг другу, правильно? Я долго думала, о чем рассказать, чтобы это было изюминкой, чтобы, ну, не повториться ни за кем другим. Ну, тут мне мама как-то в музей отдала вот такую куколку. Это кукла Крупиничка. О ней мало кто знает, и вот я рассказала о ней. Ну, и наша изюминка получилась так, что мы заняли первое место. Первое место на региональном этапе. Мы, в свою очередь, желаем коллективу школы победы на федеральном уровне. Продолжение следует...